Здарова всем господа, у микрофона ветераны, ну и в этом ролике мы с вами проходим засаду за штурмовичка, так сказать, постараюсь вам объяснить колешевые моменты и тактики за этот класс, вот, если что-то хотите дополнить, то милости прошу в комментариях, у нас свобода слова, так сказать, вот, тема абсолютно рандомная, не знаю, кто проходил, кто нет, вот, но попытаюсь вам объяснить вообще все. Все прелиски, засады за штурмовика, вот, ну, по стандарту с вас лайк, подписка, если понравилось лайк, не понравилось дизлайк, вот, ну и комменты, конечно же, вы пишите, чтобы вы хотели поменять или добавить, ладно, господа, первая волна, мы пробираемся с замок, а именно, подсаживаемся и убиваем ботов, кстати, как вам племет новый КГК-121, а? Мне неплохо, мне нравится прям капец. Вот, ладно, значит, пробираемся вот сюда вот и подсаживаемся, там отстреливаем ботов, активируем, ну, вы это все знаете, так сказать, вот, значит, проходим аванпост и продолжаем. Понял. Хорошо. Итак, первая линия обороны, значит, у нас такая вот засада небольшая, боты идут сзади и спереди. Двое становятся вот так, здесь по углам, смотрят ботов вправо-слево, остальные же смотрят вот эту вот сторону. Выполняю. Вот черт. Засада! Держитесь близко к стенам и ищите укрытие. Держитесь! Страны. Нет! Нет! Итак, когда вы отстреляли эту волну, следующий у нас будет два щитоносца и джиггер над этими воротами. В общем-то, что делаем? Остаются 2-1 человек, которые сносят джиггернаут, остальные пробегают, активируют фасады и всё остальное. Вот так вот. Ладно, господа, убиваем щитоносцу. Вот, и пробегаем дальше. Конечно, Тима у меня немного тупая, которая даже поджигатель... Ой, господи, джиггернаут не может убить. Вот вы сами видите, да? Одной знак брать не буду, просто не вижу в этом смысла, потому что просто чел играет, смотрите, на снайперы в чём. Да. Называется топ-состав. Ладно, господа, в общем-то, сносим джиггернаута, проходим дальше, открываем подсады и сделаем многое-многое другое. Источник помех находится в крепости. Координаты я выслала. Да, я помогу. Стои на месте. Стои на месте. И так, господа, у нас вторая волна получается. Значит, активируем терминал, открываем подсады, если не открыли, вот, ну и мы с вами занимаем вот такую позицию на пулемёте. На ней мы можем с вами тусить до седьмой волны. Таким вот никитрым образом залезаем на пулемёт. Вот, не знаю, зачем суда медик пришёл, конечно, с торец с четвёртой волны только. Что-то смысл ему тут быть. Видно, он не знает, так сказать, вот, что делать. Ну, как и с этими, в принципе. Вот, ладно, господа, значит, всё, что мы делаем, это сидим, отстреливаем бота. До четвёртой волны здесь очень скучно, поэтому лучше перемолтайте, так сказать. Ну, а те, кому интересно вообще посмотреть весь этот процесс, то оставайтесь и смотрите, так сказать. Ну, а я буду ждать отстреливать ботов. 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 Продолжение следует... 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 ботов так господа пятая волна у нас тем временем мы сидим также этом пулемете и отстреливаем также энергично ботов так сказать напоминаю что на седьмой волне мы поднимаемся к снайперу на платформу так сказать а хорошо где файлы берем то чтобы сохранить важные данные под контроль пока до них не добрался враг но ищет мне спросить почему нет ботов но я скажу господа ботов нет потому что это волне раньше они исполнились еще бы старый марафон вот и сейчас они спауняться возле зеленой бочки но так как у нас тима та которая понятия не имеет как там сидит поэтому я сижу здесь и помогаю снайперу отстреливать верха так сказать вот . до него загоняем патронов дам все таки так сказать эту жопу не может оторвать вот на шестой волне мы сидим последний раз на этом пулемете потом переходим на седьмой волне уже на лестнице вот ладно возвращаемся на наше место нам не нужны сюрпризы ликвидируйте всех до одного конечно нужно и на шестой волне уже подниматься так как лестница тоже появляется но знаете мне как-то поинтереснее стоять на пулемете потому что такой тимой это просто бессмысленно вот а Продолжение следует... 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 просто стоять на терминале мед не понимает что делать давайте-ка я помогу ему все-таки дебилы не сольют пока меня там нет то у нас просто учил не знают что делать абсолютно просто не знают не понимают сами видите да просто мне надо вот так пойти мою самому ну просто и не понимаю зачем мед залезал просто вот какой смысл мед объясни пожалуйста ты вылезал да прям вовремя взорвали да просто нет и просто инвалиды команде у меня просто инвалиды инвалиды 1 9 волна и на кэш парни полегче будет но что это что как аючет потею тут то это норма а господа 9 волна а делаем абсолютно все то же самое держим на снайпера все ну в общем говоря вы поняли вот думаю вы меня поняли что и и Третье отряды возле ракетного колса. Айснороваться, ребята! Третье отряды возле ракетного колса. Третье отряды возле ракетного колса. Сделал стрелка. Продолжаем движение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам не нужны сюрпризы. Ликвидируйте всех до одного. Граната! Да неужели? Просто благодаря мне отстреляли. Если бы я сейчас не начал, блин, потеть, то они бы вообще ни хрена не сделали бы, долбою бы эти. Вот просто на таких рангах они понятия не имеют, что делать. Снайпер в стандарте бегает. Мед не понимает, ничего. Ну, короче говоря, вообще они просто не понимают, что делать вообще. Не знают ни черта и так далее. Вот. Ну и давайте. Бонусом тогда, парни, да, я вам покажу небольшой баг. Вы его видели у меня на канале, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правильно. Надо было именно вот так вот его убить. Так вот. Значит, баг, вот, парни, вот так вот садитесь, прицел на этот, на этот вот треугольничек, и сидите. Пока вас не накроет лавина. Вот. Этот баг, парни, полезен на марафоне, так как он вам позволяет сходить рейсы забрать. На засаде он, если честно, не полезен, но если на ноль идете, то вполне можете вот так вот съесть, и все. Значит, ждем, пока лавина у нас кончится, да? Вот видите, перестала падать, выбегаем, и все. Вот. Можете спокойно бегать, активировать, собирать ресурсы, все работает, парни. Вот, даже терминал, терминал он гудит. Вот, видите, да, тут я могу все убрать спокойно. Вот видите, генератор отолкует. Вот видите, да? Вот, где будет починка генератора, то есть, вот видите, да, в общем прикол. Вот такие вот баги есть. То есть, вот я могу спокойно левцницу поставить, да, то есть, вот видите, да, парни? Вот ставим левцницу вот спокойно, да, берем, забираем ресурсы, вот, все абсолютно спокойно делаем. То есть, все сохраняется, вот все ресурсы, вот все сохраняется, видите, да, тут я могу ставить все, взрывать. Вот это кто не знал просто. Вот это кто не знал, это для вас, так сказать, так все. То есть, вы сможете спокойно пробежать, вот ресурсы собрать, они все активируются, как видите, да? Вот, ну это, опять же, парни, для марафона больше тактика, то есть, если у вас мало ресов, то вы так просто багаете и все это дело закрываете. Порталы выглядят вот так вот и засыпаны текстурой. Вот, поэтому, ну, думаю, ребятки, вам хоть как-то я облегчил марафон. Ну, кстати, значит, это двери, кто не знал, можно еще вот так залезать у нее, вот, просто, блядь. Ну, короче говоря, вот так вот распрыжкая, можно туда залезть. Вот, ну это так, кто не знал, чтобы не взрывать ее, вот. Вот так вот просто берете, вот так залезаете, да, то есть, да, ем, а что ж такое? Вот, и допрыгиваете. Вот, ну, на канале у меня уже много видосов на эту тему. Вот так вот берете, да, вот и залезаете вот так, без всяких этих взрывов в двери. Вот. Ну, ладно, спускаемся к нашим инвалидам, так сказать, да, парни? И отстреливаем наш, вернее, К-50, так сказать. Нацените, парни. Ха-ха, ебать, прикольно. А куда она летит, интересно, эта ракета? Прикол. Э-э, прикол. Ха-ха, ни хрена себе. Блин, я первый раз ее вижу. Реально, ну и как, не первый раз, конечно, вижу этот баг, но довольно прикольно. Так сказать, довольно интересно. Да, весело, весело. Ну, вот так вот, ребятки, у нас ролик получился, надеюсь, вам понравилось, так сказать. Просто тащил, блядь, я тут за всех. Вот. Ну, правильно, нахуй этого снайпера убить. Он ни хрена не делал, так сказать, просто пошел в стандарте, блядь. Вот, ну и смысл ты тут и делаешь, что это? Я просто могу вот так сделать и все. Даже патроны на эти не тратят. Ладно, господа, надеюсь, вам понравился этот видос, вы оцените его лайком. Потому что я вот старался, просто потел здесь абсолютно за всех, просто показал вам баги, фишки. Если, парни, ничего, хотите разбора с таких вот тактиками над голосом, то пишите в комментариях, я все читаю. Ну, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok